Вадим Шефнер, Сестра печали. Читает Владимир Успенский. Глава восьмая. Дела текущие. Когда я спустился вниз, шла перемена. Вся наша группа гуляла в Машином зале. Я немедленно рассказал Косте и Володьке о своем секретном разговоре с жеребудом, чтобы они не беспокоились за меня и знали, дело налаживается. Потом я подошел к Люсенде. Она стояла рядом с верандой, но веранда сразу отошла в сторонку. «Люсенда, я и не знал, что ты такая», — сказал я ей. «Спасибо тебе, что ты в мою пользу говорила». «Это я не ради тебя, а ради справедливости», — холодно ответила она. «Но хоть ты не называй меня этим дурацким именем». «Ладно, ты не Люсенда, ты Люся, Люся, Люсенька. Пожалуйста, не притворяйся, никакая я тебе не Люсенька». Она строго посмотрела на меня, отвернулась и тихо пошла в середину зала. Сразу же ко мне подкатилась веранда и подмигнула. «Все в порядке?» «Больно уж серьезная твоя Люся», — сказал я. «С такой без пряников не заигрывай». «Пф, что ты в Люсе понимаешь?» — фыркнула веранда. «Ты вообще в девушках ничего не смыслишь. Ты в нас не больше, чем в ней смыслишь». И она мотнула головой в сторону гулой Маши. Я на минутку задумался. «Действительно ли я ничего не понимаю в девушках? Я давно уже знаю все, что надо знать, но мне везет только с теми девушками, с которыми не может не везти». «Нет, не встретилась мне еще такая девушка, которая сказала бы «бросься в Неву с Троицкого моста». И я бы просился. Или сказала бы «отдай свою стипендию первому встречному». И я бы отдал. А такой любви я только в книгах читал. Но знал, что она не только в книгах. Просто мне не везет. Может быть, я так и доживу до старости, а такой любви не встречу. А если и встречу необыкновенную девушку, то она меня может отшить в два счета. И будет права. Что во мне такого замечательного, чтобы в меня влюбиться? На следующий день я подал заявление о том, что хочу поехать на временную работу на Амушевский завод. Оно было благосклонно принято. Через восемь дней я последний раз в текущем году пошел в техникум оформлять отъезд. В этот же день была вывешена свежая стенгазета. Чем хуже шли учебные дела у Витика, тем активнее он работал в стенной печати. И я сразу нашел под одной заметкой подпись «Общественник». Но на этот раз речь шла не обо мне. Заметка называлась «Зараза с гнилого запада». В то время как все студенты борются за всемерное расширение своих знаний, находятся среди нас отдельные модники, которые заботятся лишь о расширении своих брюк с целью догнать и перегнать гнилую моду запада, где широкие брюки Оксфорд завоевали сердца разлагающейся буржуазной молодежи. Увы, и некоторые девушки нашего техникума не избегли гнилостного влияния моды. Они шьют юбки все шире и шире, не жалея на это материала. Некоторые из них докатились до того, что, готовясь к весеннему сезону, покупают в аптеках дефицитную белую клеенку, предназначенную для детских кроваток, куда клеенка должна подстилаться против промокания матрасов. И из этого материала нагло шьют себе наимоднейшие плащи, лишая тем самым малолетних детей здорового и сухого счастливого детства. Дальше шли фамилии модниц и модников, но ни меня, ни Костя с Володькой там, конечно, не было. Нам непосредством было гнаться за модами. И я понял, гроза миновала. Но ехать на Амушевский завод все равно надо. Нечего идти на попятный, тем более это же и интересно. В день отъезда я проснулся рано. То был день выходной. Костя и Володька еще спали. Над тем местом, где прежде стояла койка Гришки, все висела на белой изразцовой стене картинка. Три верблюда идут через пустыню. Мне стало грустно. У меня не было опыта вечных разлук. Первый живой человек, которого я потерял, это Гришка. Потеря доходила до меня медленно, постепенно. Так, когда рвут зуб под навокаином. Вначале вроде бы ничего, а потом приходит боль, места себе не находишь. До детдома Гришке приходилось плохо. Он, как и я, одно время беспризорничал, и на его долю перепало немало оплеух и колотушек. Когда он попал в наш детдом, ему стало житься хорошо. Детдом не считался каким-то там образцовым, но воспитатели были неплохие. Обиды случались между нами, ребятами, а воспитатели старались, чтобы мы жили дружно. И Гришка проникся к воспитателям уважением. Он считал их представителями советской власти, государства. Ведь спасло-то нас государство, без него бы мы просто подохли. Оно как-то разглядело нас со своей высоты, и вот мы живы. Ко всему, что исходило от отдельных людей, Гришка относился настороженно. Они могут поманить на мальчик конфетку, а дать по уху. Сам он всегда был готов прийти на помощь, он был добрым. Только от других он не ждал доброты. Однажды он спас меня от смерти. Он вытащил меня из огня, когда случился пожар на детдомовской даче. Случай этот как-то забылся. Если бы Гришка жил где-то далеко, я бы чаще вспоминал об этом случае. Но мы жили рядом, в одной комнате, и нельзя было все время помнить об этом пожаре. Только иногда, когда Гришка начинал ночью храпеть, и когда я бросал сапоги в спинку его кровати, а бросал я их часто. Только иногда, сквозь полусон, вспоминал я, что меня бы давно уже не было, если б не Гришка. Я проводил руками по своему телу, от колен до шеи, и убеждался, что я есть, что я живой, и засыпал. И в это утро, вспомнив о пожаре, я провел руками по телу, я живой, и пора вставать. Сегодня я уезжаю. Друзья, спасибо вам за внимание. И огромная благодарность тем, кто решился стать моим спонсором на Бусти. Сделать это несложно, и суммы донатов совсем небольшие, от 200 рублей в месяц. Спонсоры получают возможность слушать аудиокниги раньше остальных подписчиков. А также для тех, кого формат YouTube не очень устраивает, на Бусти я загружаю озвученные мной книги в формате MP3. Вы можете загружать их себе на телефон и слушать во время пробежки, в машине, в метро и так далее. А самое главное, ваша поддержка позволяет мне озвучивать больше хороших книг на русском языке. Тех, кто не может пока стать моим спонсором, но хочет поддержать мой труд, приглашаю подписаться на мои соцсети YouTube, Telegram, Instagram. А также поделиться моими аудиокнигами с друзьями, с теми, кому это может быть интересно. Ссылки на Бусти и на соцсети вы найдете в описании к видео и в закрепленном комментарии. С вами был Владимир Успенский. До скорой встречи.